МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Надежда Литкова. Депутат собрания депутатов Ненецкого округа Сергей Коткин досрочно прекращает свои полномочия в региональном парламенте. Он уходит по собственному желанию в связи с избранием в Государственную Думу Российской Федерации. Соответствующее заявление сегодня рассмотрели на сессии окружного собрания депутатов. Вы активно представляли и защищали интересы жителей нашего заполярного региона на протяжении трех созывов. Коллеги по депутатскому корпусу поздравили Сергея Коткина с новой должностью и выразили уверенность в том, что богатый опыт государственной деятельности и глубокие знания помогут в работе в Нижней Палате Российского парламента. В соответствии с федеральным законодательством, депутат Государственной Думы не может быть депутатом законодательного органа государственной власти, субъекта или органа местного самоуправления, выборным должностным лицом иного органа госвласти или местного самоуправления, а также замещать иную государственную должность. В этой связи депутат сложил свои полномочия в региональном парламенте. Позвольте мне от себя лично и от регионального отделения партии «Единая Россия» поблагодарить всех от самого сердца за то, что вы поддержали меня, поддержали региональное отделение партии, партию президента, на этой непростой, в общем-то, выборной кампании. Я проехал от Уськары до Шойны, получил сотни наказов от жителей Нениска автономного округа, от школьника до лиц самого высокого пожилого возраста. Только сейчас, наверное, приходит осознание того, что люди доверили представлять их интересы в Государственной Думе и Федеральное Собрание. Позвольте мне заверить, что я постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать ваше доверие, готов работать с представителем всех уровней власти, со всеми фракциями политических партий для того, чтобы поставить интересы жителей округа в Государственной Думе и Федеральное Собрание. Готов служить Нениском автономному округу, готов служить России. Спасибо. Стоит отметить, что у своего депутата-одномандатника в Государственную Думу Ненисский округ не выбирал с 2003 года. Более того, Сергей Коткин стал первым жителем округа, который будет представлять интересы субъекта в Нижней Палате Российского парламента. И перед вами стоят уже совершенно иные задачи, совершенно иного масштаба. В первую очередь, на что необходимо, на мой взгляд, обратить внимание, это на законы социальной направленности, касающихся здравоохранения, образования, социальной защиты северян. Северяне находятся в совершенно особых климатических условиях. И те богатства, которые сегодня осваивают северяне, на чем сегодня, собственно говоря, развивается наша страна, должны работать и на благо жителей, живущих в этих непростых климатических условиях. Жителей, живущих на территории Арктической зоны Российской Федерации. Это первый серьезный мощнейший блок. Второй блок, на чем я хотел бы остановиться, это поддержка государственной политики в отношении северов в принципе. И тех стратегических проектов, над которыми сегодня работает Нижний автономный округ. Это и продолжение строительства автомобильной дороги, которая свяжет нас с большой землей. Это поддержка проектов строительства глубоководного морского порта в районе поселка Индии с подходом железной дороги. Глава региона Игорь Кошин выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новоиспеченным депутатом Государственной Думы от Ненецкого округа, которое будет способствовать продвижению инициатив региона на федеральном уровне. Полномочия окружного депутата Сергея Коткина прекращаются с 23 сентября. Первое пленарное заседание Государственной Думы 7-го созыва запланировано на начало октября. Илья Сахаров, Ирина Цепитова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Труженики тыла смогут компенсировать затраты на ремонт своего жилья. Жителям округа, достигшим 80-летнего возраста, больше не придется стоять в очередях, чтобы оплатить взносы за капремонт. Эти и другие не менее важные решения были приняты законодателями Ненецкого округа на первой после депутатских каникул сессии. В повестке дня значилось 26 вопросов. Кроме социального блока, парламентарии рассмотрели ряд вопросов, касающихся и других сфер жизни региона. Подробности далее. Часть вопросов прошедшей сессии относилась к социальной сфере. Законопроект о внесении изменений в закон НАУ о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан был внесен в собрание депутатов по предложению губернатора Ненецкого округа. Проектом закона предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки в виде однократной единовременной компенсационной выплаты на проведение ремонта жилья труженикам тыла. Право на социальную поддержку предлагается предоставлять однократно в размере фактических расходов. Законопроект о единовременной компенсационной выплате депутаты приняли в первом чтении с внесением поправок до 10 октября текущего года. Парламентарий Татьяна Бадьяна отметила важность поддержки тех категорий граждан, на которых направлен новый вид социальной поддержки. На мой взгляд, это очень важный акцент. Несмотря на сложности экономические, несмотря на какие-то бюджетные ограничения, мы по-прежнему трудникам тыла оказываем самое почетное внимание и помогаем им в бытовых проблемах, тем самым отдавая дань уважения, которое они заслуживают. На рассмотрение парламентариев также представили проект закона, который касается предоставления жилых помещений Государственного жилищного фонда Ненецкого округа по договорам социального найма. Законопроект предусматривает ряд изменений. Представленным проектом уточняются отдельные понятия, представленные в законе, категория «многодетная семья», основания для признания граждан нуждающимся в жилых помещениях, увеличен цен соседлости, изменена учетная норма общей площади жилого помещения, предлагается норма, обязывающая граждан выразить согласие на получение предлагаемого жилья в течение шести месяцев со дня направления уведомления. Закрепляется норма, предусматривающая, что предоставление жилого помещения в рамках закона 702 ОЗ однократное. Таким образом, согласно законопроекту, изменены условия получения жилья по договорам социального найма, а именно увеличен цен с оседлости в Ненецком округе с 10 лет до 15. Изменена учетная норма общей площади жилого помещения с 12 квадратных метров на 9. Следующий законопроект, который парламентарий также приняли в первом чтении, касается оплаты квитанции за капитальный ремонт и основан на обращениях жителей региона. Напомню, граждане, достигшие 80 лет, освобождены от уплаты взносов за капремонт, но ежемесячно им приходится оплачивать квитанции, а затем возвращать эти деньги в виде компенсации. Приняли достаточно важный, наверное, в социальном плане законопроект, который дает возможность жителям, которые достигли возраста 80 лет, не ходить с этими платежками почтовые отделения и Сбербанки, что потом им те же деньги через какое-то время вернули. Тем более, что они, по-моему, еще и теряют какие-то деньги то ли в виде платы за услуги, то ли там, по-моему, возникает еще и налог какой-то на эту компенсацию. Поэтому действительно та система, которая была установлена федеральным законом, жилищным кодексом, она в этой части не совсем правильная. В первом и во втором окончательном чтениях депутаты приняли законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Неницком округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2017 год. Проект закона был внесен главой региона Игорем Кошиным. По сравнению с 2016 годом минимум вырастет на 3,4% и составит 17 092 рубля. То есть ежемесячный доход пенсионера не может быть меньше этой суммы. Если пенсия жителя округа окажется меньше утвержденной законом суммы, то ему будет установлена социальная доплата за счет средств регионального бюджета при софинансировании федерального. Дело в том, что у нас пенсионеры, многие пенсионеры получают пенсию ниже прожиточного минимума. Таких пенсионеров порядка 1 тысячи человек. Поэтому с тем, чтобы они получали доплату вместе с пенсией, не менее прожиточного минимума, установлена такая социальная доплата к пенсии. Проект нового закона об оленеводстве в Ненецком округе представил заместитель руководителя Департамента природных ресурсов экологии АПК Сергей Киселев. Необходимость в его разработке и принятие обусловлена тем, что в действующем законе, который был принят в 2002 году, имеется ряд пробелов и неточностей. На сегодняшний день правовое регулирование положения оленеводства в России не определено специальными федеральными законами. Поэтому правовое регулирование основывается на некоторых законах, таких как земельный лесной кодекс, федеральный закон о коренных малочистах народа севера и также нормативно-правовые акты, регламентирующие развитие и ведение сельского хозяйства. Поэтому тот закон, который ныне действует на территории округа, принятый в 2002 году, не полностью отвечает требованиям этих законодательств. В связи с этим возникла новая необходимость в принятии проекта закона, который предполагается. Новый законопроект содержит три основных блока. Первый – это государственная поддержка оленеводства как отрасли. В нем четко прописаны все виды поддержки оленеводам, в том числе и в селекционной деятельности, в собственном производстве, в переработке продукции оленеводства. Второй блок связан с обеспечением сохранности и рационального использования земельных ресурсов, оленейных пастбищ, имеющихся в округе. Третий блок посвящен социальной поддержке оленеводов и их семей. В законе четко прописаны минимальные нормы и минимальные денежные выплаты оленеводам, а также введено понятие «чумработник» и «чумработница». Это сделано для того, чтобы закрепить меры поддержки для пенсионеров-оленеводов. Проект нового закона о оленеводстве депутаты приняли в первом чтении. Сразу в двух чтениях был принят закон об установлении единой даты начала применения на территории НАО порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Согласно документу, налог на имущество физических лиц в Неницком округе будет исчисляться по кадастровой стоимости. Отмечу, что сейчас этот налог исчисляется по инвентаризационной стоимости, которая, как правило, в разы ниже рыночной. Внести такие поправки в окружной закон обязывает Налоговый кодекс Российской Федерации. Введение налога на имущество физических лиц в отношении объектов недвижимости, по которым налоговая база будет определяться, исходя из кадастровой стоимости объектов, позволит дополнительно вовлечь в налоговый оборот объекты, построенные или приобретенные физическими лицами после 1 января 2013 года, что увеличит налоговое поступление в местные бюджеты. В случае принятия законопроекта представительным органам муниципальных образований Неницкого автономного округа, необходимо до 1 декабря 2016 года принять и опубликовать нормативные правовые акты об установлении налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости с учетом предусмотренных мер по снижению налоговой нагрузки. Подготовительная работа по кадастровой оценке будет проведена в регионе в 2017 году. Первый платеж по новой схеме жители НАУ осуществят в 2018 году, не позднее 1 декабря. В соответствии с федеральным законодательством, увеличение налоговой базы по налогу на имущество должно происходить постепенно, в течение четырех лет, с даты начала исчисления налога по новой схеме. В целях снижения налоговой нагрузки на население, Налоговым кодексом России предусмотрены, в частности, налоговые вычеты в отношении жилых объектов – 10 квадратных метров на комнату, 20 на квартиру и 50 на дом. Кроме того, отдельные категории граждан, владеющие двумя и более объектами недвижимости, полностью освобождены от уплаты налога в отношении одного из них по выбору налогоплательщика. Накануне сессии глава региона провел традиционную встречу с депутатами собрания. Игорь Кошин поздравил присутствующих с начала нового политического сезона и ответил на вопросы парламентариев. Игорь Кошин отметил, что работа в связке над насущными вопросами региональной повестки будет продолжена. При этом глава региона подчеркнул, что ждет от парламентариев не только вариантов решения вопросов, которые ставит перед властью население, но и кадровых предложений. Окружное собрание должно быть площадкой для выработки и обсуждения предложений, напрямую касающихся жизни в округе. Сейчас на базе комиссии и собрания депутатов активно идет работа над несколькими важными законопроектами. Одним из них является законопроект о квотировании рабочих мест жителями округа. Работу курирует депутат-нефтяник Игорь Шарапов. Задача группы – создать работающий механизм как поддерживающий местного работника, так и не подавляющий работодателя. Особое внимание участников встречи заняла работа с наказами от населения. В предвыборный период их количество ожидаемо увеличилось. Здесь, по мнению Игоря Кошина, важно за глобальным не потерять точечные бытовые вещи. Конкурс красоты среди приусадебных участков Столицы Ненецкого округа выберут лучшее домашнее хозяйство в рамках смотра конкурса «Чистое подворье». Конкурс красоты для приусадебных участков завершился в Наринмаре. Уже завтра в столице Ненецкого округа будут объявлены имена победителей окружного смотра конкурса «Чистое подворье». Состязание среди хозяйств проводилось региональным отделением Союза пенсионеров России. Как оценивались огородные шедевры и где можно полюбоваться творчеством пенсионеров-дизайнеров, расскажет Любовь Пермякова. Организаторы и сами не ожидали, что конкурс, впервые организованный 17 лет назад, станет таким популярным. С каждым годом городские огородники удивляли жюри не только ярким дизайном, но и богатым урожаем. Для всех это и волнительно, но и интересно, потому что в условиях заполярья суметь еще вырастить овощи, которые растут в общем-то не везде, даже в средней полосе не всегда, это, я считаю, это большое достижение наших пенсионеров. Радует, что активно, что красивые картинки, что люди понимают, что чистый двор – это чистый город, чистое поселение, знать чистой России. По словам Риммы Костина, одной из основательных конкурсов главным критерием огородного состязания стал творческий подход к оформлению участка. К слову, у многих наринмарских хозяек они украшены очаровательными фигурками зверей, птиц, цветами и бордюрами, сделанные из подручных материалов, а также фонтанами, альпийскими горками и другими декоративными предметами. Оценивалась также и урожайность, наличие домашнего скота, ландшафтный дизайн участка, состояние фасада. Кусочки земли, оформленные руками хозяев, жюри оценивали с мая по сентябрь включительно. В этом году красоту своих хозяйств продемонстрировали и сельские жители. Впервые по предложению губернатора НАУ конкурс проводился в региональном масштабе. В нем приняли участие порядка 100 личных хозяйств из 17 населенных пунктов региона. В их числе деревня Волоковая, Лабожская, а также Омах, Ангурей, Великовисочная, Харута, Каменка, Вижас, Харивер, Макарова, Оксина, Верхняя и Нижняя Пеша. А вы сами видели, наверное, красивые на самом деле участки у жителей? Очень замечательные. Особенно у Борисовой Полины Арсеньевны там вообще что-то с чем-то такое художественное оформление. Вот еще на снимках это одно, а если смотреть в оригинале, то тут вообще неповторимые. И у Альбины Степановны замечательно тоже оформлено. И разрисованные там бочки, там какие-то типа фигурок каких-то, и цветы насаженные разные. А у Полины Арсеньевны там даже как типа арочками, такими как волнами. Цветовая гамма там все это выдерживается. Так вообще я проходила недавно мимо, я там не могла пройти. Быстро остановилась и еще смотрела, некоторое время любовалась. Полюбоваться на красоту приусадебных участков могут все желающие. В фойе Дворца культуры Арктика региональное отделение Союза пенсионеров России организует фото-выставку. У нас больше 200 фотографий из поселков округа, показывающие в каком состоянии находятся дворы тех, кто участвует. Должна вам сказать, картина великолепная. Мы гордимся, что у нас участница есть даже из Каратайки. Ей 84 года. Но пусть все это будет интригой, потому что подводить итоги смотра конкурса по поселениям округа мы будем попозже. В муниципалитетах округа еще продолжают работать оценочные комиссии, которые выявляют победителей в селах. Итоги по Заполярному району объявят дополнительно. Также в рамках праздничных мероприятий в пятницу будет организована выставка продукции, выращенной жителями округа на своих придомовых участках. Праздничные мероприятия в рамках смотра конкурса «Чистое подворье» начнутся во Дворце культуры Арктика в 16 часов. Вход открыт для всех желающих.